welcome welcome дорогие друзья с вами виви для вас очередное видео за сегодняшний день и вообще такое впечатление что я должен был сегодня 3 видео записывать для вас первое видео это было по тизеру аркейну второе видео по игровому процессу киберспорту и аркейну четыре часа назад райт и очень много чего рассказали но я хочу сначала переварить всю эту информацию вот здесь вот посмотреть как люди отреагируют на это как люди напишут потому что то что я сейчас вижу это больше похоже как знаете вы подписываете сами себе смертный приговор смертный приговор лига легенд и если честно но я очень удивлюсь такими изменениями что лига легенд останется популярных 2025 году но пока говорят что она все еще популярна но об этом посмотрим свои версии можете писать там в комментариях но мы с ним об этом у нас этот ролик посвящен будет патчу изменения обновления 14 . 12 ровно середина года 12 патч всегда это у нас середина года получается 18 патч будет патч чемпионата мира иногда 20 был но чаще всего 18 но всего у нас 24 патча за год выходит у райт гейм 43 минут назад они это выложили сказали что приветствует написание бла 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 варенье небольшие изменения сделали нас ждут всякие успехи авангарда его никто не отключил киберспортивные изменения об этом надо читать как раз новостью об этом я завтра буду говорить но она с вами интересует именно конкретно в этом ролике что же было ослаблено я уже эти цифры посмотрел и делал для вас ролик где-то неделю назад да по моему про ослабление усиления что там опять 25 чемпионов райты изменяет при этом еще системные изменения делают и я так посмотрел они ничего не поменяли то есть прошлая неделя если вы смотрели ролик прошлой неделе то по сути вы про сейчас с дублицируете мои мысли с того ролика но ладно надо записывать поехали первое-наперво райты открывает новый сервер север который сервер который будет находиться на среднем востоке middle east это как раз ки саудовская аравия туда можно будет перекинуться за одну единицу синей эссенции я не знаю какой там будет пинка и можно просто создать там новый аккаунт нам можно перекинуть на действующие аккаунты если вам хочется скины свои туда перетащить после этого цена будет повышена до 2600 рп ну по сути за денежку переводится на н точно туда никто не станет но за одну единицу и синие эссенции может быть стоит туда и перепрыгнуть если кому а этот регион подходит по пинку но мы идем чемпионам первое изменение качеством отрокса буква а и у райта в цель этих изменений вернуть отрокса на истинный путь он должен быть крепким чемпионом передней линии которые наносят много урона они танком джаггернаутом или убийцей вот что райты говорят но именно поэтому ребят его изменения полностью направлено вот на что прирост здоровья восстановление прошу прощения здоровья вместо единички 05 стала прирост брони стал чуть повыше его ешка теперь лечение будет давать меньше было 18 24 процента теперь будет она 16 процентов но плюс округлим один процент будет идти от дополнительного здоровья который вы соберете ну и собрать тысячи здоровья сверху не так сложно это считаете 10 процентов накидываете вот вы и отыграли 1000 здоровья это по сути два предмета два с половиной предмета вы себе это сможете взять другое дело что у этого чемпиона в билде я раньше не было этих предметов но теперь придется с этим быть потому что иначе у вас не будет лечение на ешке но и его эрка усиление лечения всего его лечения теперь в два раза выше было 25 процентов теря 45 теперь будет 50 стопроцентное лечение соответственно спирит визаж это один из ключевых предметов теперь будет для этого чемпиона значит он будет очень хорош против ability power чемпионов всяких рамблов кто у нас там на топе еще ability power наиграется орн будет унижать он без шансов но вот доминации ну а кали какой-нибудь да еще но вот доминации над одешниками или вот как они написали джаггернауты у него больше не имеется то есть джаггернауты одешного типа типа джакс камилла фиора они будут без шансов убивать съедая его здоровье и честно я не особо понимаю как они его собирается вписывать в лигу легенд про сцены выглядит как мертвый чемпион но возможно отхилл будет очень высокий из-за этого как раз кем будет играться очень очень часто сейчас чемпион у нас а калия как раз таки мы тут вспоминали ноура это в какой-то странный фетиш они решают у а калия отобрать у него у ешки урон было соточка 450 флатовый урон теперь будет 7350 30 сняли на первом уровне соточку дальше тут скажешь где-то что-то добрали да они добирают через общую силу атаки скейл на 15 процентов выше честно я не знаю сколько скейл а.д. у а калии но возможно это чуть-чуть нивелирует вот это вот большое отставание нравится что посчитали правда ability power она обычно собирает и раньше было ability power 120 процентов прирост а теперь будет всего лишь 110 на этом заклинание и первое попадание шурики набежки теперь будет наносить 30 процентов от общего урона умением а второе уже оставшиеся 70 процентов и честно я тоже не знаю как сейчас работала до вот этого патча райты говорят что это связано с тем что чемпион терроризирует нижние уровни ммр и нужно это исправлять ну ладно исправляйте акшан дико высокий винрейт 53 процента нужно было исправлять райты решили что у них не получилось исправить это при помощи предыдущего патча где они там ослабляли какое-то ему заклинание поэтому они пассивку ослабляют 10 165 превратилась в линейные изменения линейный занятий линейный урон с пассивки был 10 165 теперь стал не линейный а уровневый 15 40 80 150 то есть они во-первых и меньше его сделали и во-вторых за уровень и в третьих они отобрали прирост от силы умений правда никто силами не так и так на него не собирал вообще не прямо откуда показатель у этого чемпиона взялся в первоначальной стадии но ладно райты это вообще теперь убрали ну и его ешка крутящий момент урон за выстрел 2585 теперь будет 1575 оправдывают они это тем что слишком силён а ну и я с ним согласен 53 процента винрейт даже учитывая что у него мало людей кто за него играет это все но очень и очень много аша мара это мне очень нравится что аша играется на роли саппорта ва-банк как они здесь пишут поэтому они чуть-чуть решает пассивное умение у нее ослабить отбирает 5 процентов урона добавочного по целям которые заморожены урон по целям подмара морозкой 120 превратили 115 все остальное стали как было надеяться они что вот это уменьшит ее эффективность на роли саппорта дело в том что у нее на роли саппорт и так 50 процентов даже нет у нее 47 процентов но из-за того что ее на просто не продолжает играть а просто она такая ребята что нашли то и играют и пофиг что этого чемпиона будь там 40 процентов винрейт главное чтобы он работал на просто не не рай ты находится вот этом замкнутом круги им нужно как-то и просто на исправлять и при этом балансировать это в соло куплю ссылку люди повторяют то что играет но они же не могут понять ссылку ребята что сила аши на роли саппорт это хорошие просветки которые дают информацию вашим игрокам это выбивание вардов под прикрытием лесника за счет как разки предмета быстрого это ультимативная способность которая может застанет игрока на три с половиной секунды это просветочки дальше в лейтгейме все это великолепно усиливает ашу в лейтгейме и в средней стадии игры на простыне а ленинг фазу но они просто и стоят издалека кидаются заглянаниями и вообще делают свап как это было вот на мсс сейчас вам делать нельзя в солуку это все не работает вы ленинг фаза еще кое-как можете отстоять за счет того что это дальнобойный чемпион с сильным уроном автоатак сюжет ваша как только выходим на среднюю стадию лейтгейм чемпиона просто не имеется потому что там солуку предпочтительно иметь урон а не этот вариативность саппортерскую близкранг запас здоровья уменьшает на пятидесятку и продолжительность щита маны которые срабатывают как пассивное умение увеличивать четырех секунд до 10 секунд а вот это я не совсем понял такой долгий щит будет у этого чемпиона пока не собьют но вот здоровье зато здесь убрали пятидесяточку нивелирует это вот при помощи щита пассивного умения самим райтом не нравится то что предыдущие ослабление близкрангем привели к желательному результату поэтому мы снова пробуем его ослабить райтом не нравится что он слишком сильный вообще мне удивляет с близкрангом идея потому что изначально райты придумали хорошего саппорта хукера потом добавили кучу других хукеров саппортов там наутилус или наутилус раньше в лица был здесь я точно не могу утверждать ну вот пайка точно знаю и трэш они точно появились позже к чему я это веду к тому что райты начали искать близкранг у новые пути им попытались его играть на топе люди даже его играли на мидлейне а совсем недавно год назад рает и добавили ему возможность играть в лесу и он хорошо там себя почувствовал не был overpower у него было спокойнее 50 процентов винрейта в лесу но что-то кому-то не понравилось видимо у него синий баф и воровали из райт games of кто-то из разработчиков сказал что нельзя надо это убрать и они убрали его вернули в основу на позицию саппорт и он опять теперь не знать что там делать он либо там гига сильные все его играют либо он вообще никакой еще его никто не играет но сейчас он видимо будет управляться в стадию никакущего корки я в предыдущем видео это рассказывал неделю назад и продолжу эту тираду здесь рассказывать зачем вы его поменяли если вы продолжаете его нерфить нерфить и нерфить они его изменили вода шника ребят и при этом не мы не по им не понравилось какой он получился поэтому они решили еще сделать нерв потом им опять не понравился они еще один сделали нерв и опять третий патч подряд нерв сила атаки уменьшается 55 до 52 прирост атаки правда увеличивают на 0 5 соответственно там 5 адашники опять оде ему дадут назад фосфорная бомба его кушка теперь будет наносить больше урона и еще скеллиться будет от силы умений от ability power правда вы сами же хотите чтобы его не собирали в ability power ну ладно и пулемет ему нерфит вот это наверное единственное и сразу с этого и надо было начинать рай этом изменения дело в том что его ешь как то не знает она ломает броню и сопротивление магии и при этом она запушивал очень сильную линию заодно заклинали вы 150 урона наносили по крепам а еще если скеллилась от от этого там мы цифры были подпредельные особенно когда вы замок шивали это заклинание теперь циферки начальные стали правильные дальше чуть уменьшили но уменьшили еще понижение брони и главное затраты ман увеличили для чего это сделано для того чтобы корки не мог стоять на медлайне и запушивать нон стопом линию как сейчас он делает на просто не играем за команду g2 играя за видимо уже завтра за команду джинджи вот чтобы этого не было райт это за на правду завтра еще он таким таком виде отыграется интересно сколько у него винрейт упадет ну а кушка ему усилили как раз как рассчитывала чтобы кушка стояли люди с кушкой на линии на бот лейне через саппорта играли саппорт попадает хуком ты кидаешь кушку ну и тогда можно яшечкой чуть-чуть пострелять а не использовать ее чтобы запушивать линию бесконечно из реалии ему добавили прироста сил атаки и добавили урон на кушке ну дело в том что из реалии в отличие от корки нет винрейт вообще никакого он сейчас чуть ли не худшие ады керри вообще худшая связка сейчас ады керри из реаль плюс юми если кто такое играл то ну вам медаль надо давать за самоубийство которым вы занимаетесь а еще у него эрку я смотрю усиливают 325 урона превратились 350 и 675 урона превратились 750 очку немного но приятненькие цифры сотня на эрочки здесь где-то 20 очка урона и еще превратил атаки где-то 5 единичек а это на каждую кушку будет действовать приятная такая тема карма я даже удивлен если честно читала те обновления ничего себе они вспомнили что она саппорт усилили щиточек идущие на ешке усилили продолжительность этого щита с полутора секунд до двух секунд кстати говоря когда они всем чемпионам помните в один потом патчи где-то года два с половиной может даже три уже назад они всем чемпионам у которых и щиты понизили продолжительность это с трех секунд до полутора потом они всем чемпионам назад вернулись полутора до двух секунд кроме кармы и вот наконец-то они об этом вспомнили и вернули ей тоже продолжительность щита вот на до двух секунд правда здесь это не будет сам щит это продолжительность пассивки ускорения но я так понимаю на счет это тоже действует хотя это надо тестить смотреть но так просто немножко дают ей бонуса на роли саппорта мастер и один из королей щас лесных урает его ослабляют отбирают у него 10 а до урона на его кушке и делают так чтобы перезарядка дабл была подольше и 20 процентов еще уменьшение поглощение урона на его w потому что сейчас он спокойненько дуэлит крипов быстро проходит их выходит на любую точку предлагает сражаться используя либо просто так либо hell of blades и дуэлянты не могут его победить даже как только они в него влетают если у них был контрольный проник сен-жал с контролем подкидывания он его тратит мастер и просто нажимая дабл ее 10 секунд стоит там лечится и ты ничего сделать муж 90 процентов поглощения урона ну а теперь будет только 70 посмотрим что будет как-то помогать из приятного на афере чемпион имеет самую низкую популярность за нее сыграли меньше всего игр в лиге легенд и это учитывая что после нее еще два чемпиона выходила они уже сыграли больше игр чем на афере вообще за всю историю и рай там это не нравится и они наконец-то признали свою ошибку что чемпион который может играться только на одной позиции это не очень интересно дело в том что на афере не может играться на роли атакере не может играться на роли саппорта не способна нормально дуэлиться на топе после парочки нерфов и и кушки поэтому ее можно было играть только на медлэйне ну и на медлэйне играла там полтора человека ну и здесь райты говорят что мы решили усилить ее лесной потанцевал потанцевал у нее вот как усилили сила ее пассивки 6 до 30 было урона теперь будет 1232 насколько вы понимаете на начальных уровнях это возможно и на линии повлияет но фактически это сделано для того чтобы ее стая и и волки сжирали быстрее крипов лесных плюс дополнительная сила атаки вместо четырех с половиной процентов пять процентов это общее усиление но вот дальше идет усиление которое работать будет на миньонов и не эпичных монстров и плюс откат заклинания на ее кушке все это делается именно для того чтобы она спокойно или в лесу фармилась тут скажу откат кушки же и на линию работать до такого с ману закончится а вот на лесной позиции у вас мана будет восстанавливаться за счет синего бафа ну или за счет просто пэта который дает вам ману регенерацию так что можно будет попробовать ее в лесу не знаю насколько она там сильный будет но точно стоит попробовать мило высоковато был на точении заковато был винрейт и из-за этого райта решили просто пару показателей и увеличить восстановление здоровья 46 с 4 до 6 прирост брони из 42 до 45 ни на что не повлияет чемпион полностью зависит от саппорта либо командных действий потому что вот такой своеобразная до керри которому нужна команда это редкий случай но он все еще остался в игре рексай еще одна королева лесная у нас есть мастер и есть рекса и по сути только их играет только мастер и и на просто не не играет рекса еще и на просто не играет поэтому райта решает ослабить и кишку закопанном состоянии выкопанном не выкопанном дополнительная скорость атаки вместо 45 процентов будет только 35 процентов и и w с подкидыванием будет наносить на 20 урона меньше райд считает что этом должно ослабить ее дуэльный потенциал то что она будет по-прежнему хорошо гангать как видите никто не тронула быть именно дуэльный потенциал ей немножко ослабили скарнер чемпионка играется только на топе хотя райт его задумывали как и саппорта как и лесника но все на просто не играет и его на топе и слишком сильно получается на чемпионатах на принята первая пик пермобан поэтому они решают уменьшить скарнеру 40 а д прошу прощения 40 хп прирост запаса здоровья правда за это добавить сколько не добавлять трое трешку 3 на 18 сколько у нас 30 канону даже больше получишь на дистанции теряешь 40 в начале зато 54 в конце получишь и магический урон от его дрожжи 7-10 процентов зависимости от уровня теперь будет 5-11 то есть больше в конце но меньше в начале чтобы не было буллинга на линии я не думаю что из-за этого скарнер перестанет играться на топ лейне но возможно его показатели теперь когда они перекованы именно на лэйт гейм он будет чаще умирать на этой линии а это уже хоть какой-то бонус по крайней мере для про сцены талона просто райт решили вспомнить не знаю зачем W ему чуть ослабили ли урон по монстрам и ослабили урон по пути вперед они увеличили не понимаю а ну то есть они ничего не изменили то есть они просто уменьшили 5 процентов прироста урона по монстрам но при этом урон в пути ну то есть кидаешь W он будет на 10 урона сам по себе фактического носить даже по сути лучше сделали ну и лайнинг фазу хотят ему видимо вернуть чтобы номер лейн вернулся талон ну у талона в отличие от на афире очень много фанатов виду ассасин крида ну и просто интересность этого чемпиона прыгать через стены невидимость все это приятно у трендомира дополнительная сила атаки на его кушки уменьшена с 10-30 до 5-25 и его вихрь на ешечке тоже был ослаблен и на пятерочку помню здесь только да на пятерочку просто чемпиона чуть-чуть наслабили опять же райты говорят про низкий ммр что на низком ммр люди терроризируют используя вот этих чемпионов надо с этим бороться тистот фейд это чемпион такой зайти тяжелый для райтов тоже последние несколько патчей как только он начал опять играть воды начались эти проблемы что-то надо с этим делать ира это все скачет прыгать не могут никак это исправить в этот раз они еще больше отбирают у него силы атаки увеличивают ему урон магические на кушке увеличивают ему урон магический на w оттенни карты больше еще восстановление маны говорят игра его ability power хватит играть воды но посмотрим на просто не так уже столько нерфов он получил и все но продолжал играть что-то мне подсказывает что это по тоже не остановит чемпион будет продолжать играть эту объездить линию что ульта слишком часто откатывается это вот опять как мне кажется проблема этого чемпиона в том что райты нерфит не те показатели проблема это в предметах которые очень хорошо ему заходят и позволяет ему издалека давать автоатаки очень быстро пушит линию и из-за этого получать такой баус эффект когда вы вынуждены возвращаться защищать базу я иначе вы потеряете очень быстро вышки и у него мобильность за счет ульты ульту надо нерфить надо не давать возможность так быстро улетать ну или дольше кулдаун ставит на это заклинание чуть ли не размером с телепорт но зато допустим разрешать летать по всей карте а в итоге у них это ульта очень схожие с ногтюр нам но это ногтюр только с дальнобойными автоатаками с возможностью зачистить крипов с двух автоатак зачистил крипов с двух автоатак вышку убил с 5 авто так вот тебе и проблема откуда возникает и как бы вы тут эти цифры не уменьшали это вообще не имеет значения он и так линию не выигрывает уже на простыне насколько видели с вами чемпионатных даже м сай уже забыв вот сейчас на чемпионате китая там это происходит 300 файта пикует он проигрывает линию минус 30 формы потом все но продолжает это херней страдать извините за такое выражение он продолжает пушить вас и все ничего не сделать ты должен туда возвращать игрока а игрок не может восстановить то что он запушивает с двух автоатак все выявили ну как-то не на то райт и смотрят как мне кажется не на то виктор сами райты пишут что мы делаем баф просто потому что выходит сериал аркейн его кушка теперь работает на вышке но я расскажу райтом секрет его кушка и раньше работала на вышке но вы зачем-то это убрали свое время а теперь автоатаки усиленные отводом кью будут работать на вышке ура товарищи владимир не совсем понял зачем они это добавили владимира винрейт 49 процентов на простыне никто его не играет солоку за него тоже мало фанатов на такой чемпион просто неудачный концепт в не за может потому что он красный ли потому что кровь в общем проблема не в его заклинаниях было нора это решили стоимость на его w уменьшит на 15 процентов от текущего здоровья вместо 20 лечиться он будет в два раза лучше раньше было 15 процентов теперь будет 30 процентов нанесенного урона и сам по себе урон начальный будет теперь выше работать не 10 процентов от доб здоровья а 15 процентов от обзора но это только w как будто не такой проверочный бонус хотят дать ему посмотреть может быть популяризируется чемпион может быть начнут много людей играть в него я лично вот застал 2 как называется итерации до 2 итерации владимира где-то в 2014 году и в 2020 когда этот чемпион терроризировал солоку просто ты понимал что если матч мы не выиграем там за 20 минут мы никогда в жизни не убьем владимира слишком сильно лечит и слишком много урона наносит из-за своей уникальные ульты но это всегда было связано с предметами то есть как только предметы которые он использует начинали норфиться она официально иногда даже не из-за него а из какого-то другого чемпиона вот например 2020 году предметы которые он использовал за нашли на были из-за свои на и морды кайзера и из-за этого пострадал владимир ну потому что у них одинаковые предметы он сразу же вылетел в трубу но так он никогда не был популярным поэтому не знаю может просто решили попробовать сезонные говорят плохо повлияли страдает из-за возросшего темпа игры ну ладно посмотрим ионы просто три брони дали братьев правда обычно братьев двух одновременно бафают а здесь ионы один ясу ничего не получил сайт story юми там из реально забав или теперь можно из релью ми снова играть юми может садиться ему на плечи и давать ему ешку мы раз здесь секунд вместо раз 12-10 секунд и ее эрка будет лечить на 10 единичек выше если честно винрайт от этого у нее увеличится на ноль целых ноль десятых и там сколько-то процент в общем не увеличится это вообще не изменение которое ей нужны догонял ки и эрка это не то ребят у нее нет контроля вы либо и даете невероятные щиты которые она дает союзнику но тогда это будет слишком имбовый персонаж потому что иногда стоп-лайна приходит как антирели 60 юми просадиться на эту релью вы никогда в жизни и не убьете так нельзя делать поэтому самый логичный вариант это давать урон юми а либо ей контроль но контролера это убрали в одном из патчей сами себя закопав это где-то полтора года на задание реворк делали юми следовательно задавать ей урон но они боятся видимо снова появления гарана на боте на котором будет сидеть юми и всех застреливать через кушку но это было это интереснее чем та нынешняя уме которая имеется что это сейчас мертвый чемпион и вот эти изменения точно ей не пойдут на пользу а дальше ребят изменения нулевые а тут вроде предметы нора это отказались от тех изменений которые были в неделю назад они просто поменяли сборку лорда доминика полудина колчан уменьшили ему 5 а д в начале просто 5 до отобрали у этого предметы сами написали что на самом деле они давно это отобрали просто они забыли об этом написать бывает 1410 мы это скорректировали но забыли это написать но бывает рогатка скаута это вот эта вот штука теперь будет стоить 800 золота как и все предметы первые первого стадия не 800 золота стоит вместо 900 заточка статика общее изменилось только рецепт общая стоимость осталась тоже у посоха бездны я говорил это наконец-то правильный баф а далее силу менее я даже считаю надо было давать 95 либо 100 потому что только так она будет вводить став вот этот вот посох она говорю этот посох будет эффективнее ну или точнее эффективнее а равнозначен второму посоху который крипт блум войд став не помню по-русски называется в общем с цветочками которые и лечит вас он все еще сильнее получается тот но уже не настолько сильнее как это было раньше например если у вас билд через рободон то наверно посох бездна сейчас выгоднее а если у вас билд без рободона то выгоднее та штука тут уже надо смотреть на рободон потому что вот эти 10 а.п. при рободоне превращается в 15 а.п. как вы понимаете ну и соответственно вот туда бегаем смотрим думаем такая идея а злоба серильды интересный баф рает и увидели что никто его не собирает даже леталити чемпиона начали собирать доминика либо второй предмет который срезал к отхила поэтому они злоба серильду усиливают с 20 пробивания делают 25 процентов пробивания ну и оставляется те же показатели что от смертоносности можно увеличить я объясню почему серильду до этого не использовали а был один ролик то ли от ван дерилла то ли вот у какого-то такого же популярного блогера он посчитал и выяснилось что зло бы серильда могла дать максимум 47 процентов всего лишь пробивания брони в то время как доминик дает 45 ну и типа зачем-то я собирать серильду когда она нихаря не дает а вы играете через смертоносность но там есть замедление вроде когда но замедление оно такое доминик давал гораздо больше ударное опережение 15-10 стала фиксированный урон с монетки которую вы получаете с выстрела пули вот это теперь будет не 15 а 10 очень сильное усиление и еще увеличение урона ваша труда важная будет не 8 процентов а всего лишь 7 и вот это кстати вполне вероятно убила вот эту руну и честно я не знаю зачем они это сделали потому что те чемпионы которые используют эту монетку я ее называю монетка по-прежнему потому что она деньги дает их несколько да но у этих чемпионов просто нет альтернативы они же берут ее не потому что она была дисбаланс на там такие как люциан выбора но люциан может еще просто так играть но просто так в конце игры будет слабоват на декере а здесь хотя бы ты деньги получаешь за тот же урон который даете пресс да так на линии и ты быстрее скилишься за счет денег ну хотите как-то от этого избавиться но люциану как-то пассивку поправьте чтобы люциан выбирал себе что-то другое а так просто за нашли руну не за что возможно какого-то чемпиона не знаю которого она муж прям очень хорошо сидит но очень сильный нерв и непонятно зачем рекомендованные руны поменяли у иона серафина драйвена талона кармы задали бланк от арены за уэген планка на это нас не особо интересует это это просто рекомендованы вот эти три руны ветки которые есть и последнее что нас еще интересует это то что райты а про арену писали они в видео рассказывали вам про заранее скажу что арена выступила намного лучше чем райты ожидали и на данный момент у меня на данный не на сегодняшний момент сколько получается неделю назад или две недели до назад арену включили 30 процентов игроков играли на арене 30 процентов райт и сами присягели от того насколько арена оказалась популярна но даже я играл в нее но арена действительно приятная тема если честно и теперь чуть больше свободного времени имела и играл бы в лику также много как обычно я бы арену продолжал играть даже вне этого конкурса который оказался крайне не очень честным ситуация блокировок останется все еще только одно изменение райты сделали теперь вы не видите кто какого чемпиона банит и у каждого игрока есть свой личный бан раньше только капитан команды ну тут два игрока когда были в команде в дуэтом капитан команды банил двух чемпион тер каждый банит по одному чемпиону и вы не видите кто кого банит поэтому баны могут дублироваться вот это единственно что райты изменили но остальные аугментации это все читать не буду потому что понятное дело здесь надо надо больше отыграть и да и я не думаю что вам это прям очень интересно вся эта информация тут исправлен ошибки вроде посмотрел там четко сверхестественно тоже не было все получается да турнир по арама намечается 10 июня где он че уже 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 отыгрался турнир по араму зачем они новость про турнир по араму организовывают когда сегодня 11 июня на турнир а это регистрация не туда смотрю дурачок регистрация да а турнир сам получается 15 16 я возможно приглашу кого-то поиграть я просто помню что они собирались турнир парамор делать вот наконец-то он проведен будет арам это где рандомно чемпионы выпадают райт сказали что на этом турнире они всем откроет всех чемпионов то есть объюзить там нельзя будет объюзить имеется ввиду что брать новый аккаунт на котором будет только там 10 чемпионов арам типа там в лкз до дозерата и все и вы будете автоматически выигрывать просто запалкивая оппонентов нет там будет все абсолютно открыты чемпионы на этом аккаунте на турниры так по крайней мере писали не знаю из проекта нет или нет все получается да 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 больше ничего нет новые скинчики как обычно ну а вы ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропускать следующее видео будет посвящено вот этому игровому процессу киберспорту и аркейну немножко там про аркейн тоже они скажут но если честно мой пока короткий такой резюме по вот этому видео который я уже посмотрел но они убили лигу легенд на 2025 год зачем они сделали непонятно увидимся следующем видео давайте всем пока всем счастливо чао какао зато ювелинки поп хороши согласны то согласен ставить лайк